Итак, друзья, всем привет! Небольшое видео о моем мастер-классе по семейной и индивидуальной фотографии в студии. Сейчас запланировано 12 городов с февраля по май, и первые города это Москва, Минск, Питер и Киев. В описании будут все города, все даты и ссылки на организаторов для записи. Обращайтесь к организаторам мастер-классов. Программа рассчитана как на опытных фотографов, так и для начинающих. На тех, кто совсем не хочет снимать свадьбы, либо кому они уже надоели, но не хочется терять в деньгах, либо кому нужен дополнительный доход вне сезон. Ваши молодожены будут после свадьбы приходить к вам пару раз в год на семейные фотосессии. Также он для тех, кто хочет начать снимать в студии, но боится, как это часто бывает у начинающих. После занятий у вас не будет ни боязни позирования, ни боязни освещения всех этих приборов, и вы точно будете знать, что и как нужно делать. Будет очень много фотошопа, которого нет на ютубе, и большая часть информации применима не только для студийной, но и для любой другой уличной, свадебной и прочей фотографии. Не важно, в чем вы обрабатываете, Capture One или Lightroom, проявка будет минимальной, основная работа здесь будет разбор фотошопа. Почему именно студийная фотография? Во-первых, это максимальное качество фото. Ваши клиенты будут видеть огромную разницу в сравнении с уличными, там, свадебными и другими фотографиями, потому что здесь будет отличная кожа, отличная поправленная фигура, и вообще максимально журнальное качество, которое на любом экране, на любом телефоне будет заметно, и бросаться в глаза, и люди будут видеть себя такими, прям как на обложках журнала. А вторая особенность – это идеальное освещение, независимо ни от каких условий, ни от времени года, суток и погоды. Вы всегда знаете, что и как нужно сделать, чтобы получить определенное, точно такое освещение, которое вам нужно, и никаких проблем. Отсюда еще одна особенность – стабильность и запланированность, в отличие от любой уличной съемки. Вы можете записывать клиентов хоть за полгода и не переживать о том, какая в это время будет погода. Также, в отличие от просто интерьерных студий, что вам не важно, в какое время суток снимать, всегда у вас будет классно именно такое, как вам нужно освещение, и ничто этого не испортит. Немаловажным моментом, особенно для начинающих, то, что можно снимать на очень бюджетную технику. В студии со студийным светом даже китовый объектив на диафрагме f8 будет выдавать отличную резкость. На ISO 100 будет высокое качество, а так как студийный свет очень классный, и вы правильно настроите баланс белого, тот цвет будет просто отличный. А после обработки и даже легкого частотного разложения, который можно сделать очень быстро, невозможно будет понять, снимали ли вы на китовый объектив за 2000, или снимали ли вы на самый дорогой объектив, который сейчас есть. Также для фотографов уже с большим опытом, очень важную роль играет максимальный комфорт работы. Никакой суеты, никаких отвлекающих моментов, никакого неудобного времени или места съемки. Всего этого нет в студии. Вы всегда работаете в максимальном комфорте и в условиях, которые создали вы и так, как вам нужно. На данный момент семейная съемка может быть уже полной альтернативой любым другим съемкам и иметь точно такой же доход и даже больше. Об этом я тоже подробно расскажу, как при желании можно полностью отказаться от свадеб и других съемок. Работать проще, легче и приятнее, получать столько же или больше. Здесь важно понимать, что семейная фотосессия – это фотосессия вокруг ребенка. А на детях не экономят, дети очень быстро растут, поэтому необходимо 1-2 раза в год обязательно фотографироваться. И все больше и больше людей это понимают, это принимают и это становится очень популярно. Итак, о мастер-классе. День первый. Первый блок займет 3 часа. Вначале очень коротко в общих чертах о технике, что важно, что не важно. И почему, если вы решили этим заняться, затраты на технику может быть в 3-4 раза, а то и больше и меньше, чем если вы хотите заняться свадьбами даже так же с нуля. Как снимать так, чтобы непрофессиональные модели не уставали и были легко? Почти психология. Студийная съемка также отличается от других съемок тем, что у нас строго ограниченное время. У нас есть нужда переставлять освещение. Модели как правильно 1-2 раза переодеваются. И в реальности у нас менее 40 минут на фотосессию. И нужно получать живые настоящие фотографии. И об этом, обо всем мы поговорим. Разберем позирование не только с точки зрения красоты и внешней эстетики, но и с точки зрения обработки. Как позировать, что учитывать, чтобы потом было легче и проще обрабатывать, чтобы обработка занимала мало времени. Будет полная раскадровка семейной фотосессии. И будет показано, как даже в недорогих студиях с небольшим оборудованием можно делать очень разнообразные съемки. Не какие-то абстрактные разговоры, а именно четкая раскадровка и поз, и освещение, и этой обработки. И после этого вы можете все это повторять и эффективно работать. Независимо от того, какая у вас техника, получать такие же фотографии, как у меня. Также будет специальный подарок, аудиофайл, который вам позволит очень легко снимать детей. Совершенно по-другому, совершенно не парясь. Об этом подробно расскажу на мастер-классе. Но с этим файлом вы вообще забудете, что такое сложно снимать детей. После первого блока, который займет около трех часов, у нас будет обед. Блок второй. Два часа съемки в студии, именно обучение и тренировка. Здесь мы будем разбирать и отрабатывать рабочие моменты, рабочие схемы. Именно такие, которые применимы для съемки непрофессиональных моделей в студиях, в которых даже небольшое число оборудования. И последний блок, займет он 2-3 часа. Это съемка именно для портфолио уже. Будут очень красивые модели. Будем выставлять свет, будем все отрабатывать. Именно фотографировать для портфолио, для того, чтобы было что выставить, на чем потренироваться, обрабатывать. И просто, чтобы было круто. День второй. Первых 4 часа у нас будет фотошоп. Очень много всего того, что у меня нет на ютубе. Я дам свои текстуры для фотошопа. Покажу, как и зачем я этим пользуюсь. Разберем идеальную кожу. Как ее делать и вообще, когда это возможно, когда невозможно. От чего зависит. Здесь все не так просто, как обычно в интернете и на мастер-классах многие заверяют. Подробно разберем возрастные портреты дедушки, бабушки, женщины взрослого возраста. Как это делать, как работать с такими клиентами, как обрабатывать, чтобы не было проблем. Как и зачем обрабатывать детские фотографии, когда это нужно, когда это не нужно и для чего мы это делаем. Также будет быстрая обработка. Как снять определенные кадры, чтобы их можно было потом очень быстро обработать, не потеряв в качестве. Еще разберем исправление различных ошибок, которые часто бывают на съемке и ошибки в освещении. И почему их можно допускать на съемке, почему это необходимо. И ошибки в кадрировании, в позах и во многом другом. Еще раз очень важно понять, что все, что мы будем разбирать в фотошопе, применимо абсолютно к любым съемкам. Хоть свадебным, хоть просто уличным фотосессиям, фэшн, семейным съемкам или индивидуальным фотосессиям в студии, интерьерной или фоновой. Все это будет полезно для любых жанров. И последний блок о продвижении. Прошлый мой мастер-класс, которым я ездил 4 года, был полностью посвящен продвижению и практике съемки, потому что это все взаимосвязано. Здесь мы этого немного коснемся и обсудим какие-то характерные именно для семейных съемок моменты. Но если интересно полное продвижение, ссылка на видео всего моего прошлого мастер-класса, с которым я больше не буду ездить, она есть в описании. 12 часов полного видео, без воды, полностью все как на мастер-классе, даже более подробно. Больше моих фотографий можно увидеть у меня в инстаграме. И если вам нравится, вы можете снимать также, независимо от техники. Помимо знаний и портфолио на мастер-классе, вы получите полезные текстуры, которые вам помогут и сделают ваши фотографии интереснее и дороже. Вы получите аудиофайл, который вообще решит все вопросы со съемкой детей. И также, так как я сам часто бываю на различных мастер-классах, особенно мастер-классах по обработке, я знаю, что когда сидишь на мастер-классе и очень много информации, потом просто каша в голове и абсолютно все забывается. Поэтому для участников мастер-класса будет специальное видео, в котором будут все важные моменты, ключевые моменты отработаны и показаны. Оно будет без особых комментариев и сделано так, чтобы те, кто был на мастер-классе, точно все поняли, ничего не забыли и всем услышанным могли пользоваться после мастер-класса. То есть вся информация мастер-класса будет вами усвоена и не забыта благодаря этому видео. Так как я сам бываю на многих мастер-классах и большая часть из мастер-классов это просто вода и развод на деньги, важно, чтобы вы, во-первых, прочитали отзывы о моем прошлом мастер-классе, ссылка будет на него в описании. Если вы меня вообще не знаете, то обязательно посмотрите сначала мои видео на ютубе, в которых нет воды, нет лишнего размусоливания, только практичная нужная информация. И после этого вы уже можете сделать вывод, стоит вам идти или нет. Ну и в конце хочется еще раз объяснить, что это мастер-класс не о тонкостях студийной съемки, не о разборе студийной фотографии, а о том, как снимать непрофессиональных моделей, именно семьи в студии. О том, как это делать даже в небольших студиях, в которых мало оборудования. Список городов и ссылки на организаторов будут в описании. При внесении предоплаты до 31 декабря цена мастер-класса будет всего 8000 рублей за 2 дня. Также, если вы приходите на мастер-класс вдвоем, то оба получаете скидку. Я долго готовил программу этого мастер-класса, и в нем я уверен на 100%, как и в программе прошлого мастер-класса, который подтверждается огромным числом комментариев, так и в своей книге, которая также подтверждается огромным числом комментариев. Всем спасибо.